Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 мая и хотя еще очень-очень рано и некоторые даже не высадили, возможно, свои томаты ни в теплицу, ни в открытый грунт, но уже пора поговорить о том, чего боятся все огородники. И начинающие, и опытные. Это, конечно, болезни и вредители. Можно их расставить хоть так, хоть так, на первое место болезни, потом вредители или наоборот. Мы боимся их все и хотим, чтобы они к нам никогда не приходили, но они все равно приходят. Вот про ту же белокрылку, которой не было у меня никогда в жизни, она появилась. И в связи с этим я хочу рассказать про чесночный настой, про чесночное опрыскивание. Я говорила о нем, но в другом ключе, про фитофтуру. А сейчас я хочу поговорить о нем как о отпугивающем средстве от насекомых-вредителей, именно от белокрылок. Потому что много вопросов приходит, чем отпугнуть белокрылку. Но так как у меня ее никогда не было, я никогда этим не занималась, у меня чесночное опрыскивание было только от фитофтуры, как профилактическое. Но теперь она у меня будет вдвойне и от вредителей, и от фитофтуры. И вот сейчас немного больше уклона я сделаю в сторону вредителей, то есть в сторону белокрылки. Все знают, что белокрылка это такая тварь, от которой избавиться очень сложно. Я вот читаю комментарии, люди годами не могут ее вывести. И вот у меня сейчас сложилась ситуация, что три зоны, в одной зоне в придомовой теплице много белокрылки, в другой теплице нет, ой, вот в этой нет, а в третьей, так, в середину наполовину. И вот я, чтобы вот сюда, в эту чистую теплицу, вот эта стерильная от белокрылок, здесь точно нет, чтобы сюда она не пришла, я хочу сделать чесночное опрыскивание. И вот для того, чтобы вы, ну тот, кто ни разу не делал, начинающий, например, огородники, чтобы вы поняли, вот на чем основано это чесночное опрыскивание, что оно нам дает. Я сейчас подробно все расскажу, и в конце вы посмотрите видео, как я делала вот этот вот маточный раствор. Ну, для того, чтобы понять, как оно нам помогает, как оно работает, мы должны вспомнить, что у нас насекомые, большинство насекомых, они летят все-таки на запах. Они вот, я читала, что морковная муха вообще может чувствовать, вот запах вот этой морковной ботвы, для нее это наивкуснейшее лакомство, оно может чувствовать за километр. И оно обязательно прилетит по этому запаху и найдет именно нужную грядку, не сядет оно ни на какие другие растения, только на морковь. Ну и все так, и луковая муха, и бабочка-белянка, и то же самое, вот, ну все остальные, паутинный клещ, например, он в первую очередь огурец у нас найдет. И для того, чтобы вот этот запах естественный каждого овоща замаскировать, чтобы их запутать, насекомых, огородники часто, вы знаете, что на луковых, на морковных грядках, они табаком там присыпают различными, и на шатырем поливают, и вот эти дегтем полосочки раскладывают пугачи. То же самое, этот же принцип действует и в теплице. Чтобы замаскировать вот этот запах томатов, нужно им придать какой-то неестественный запах, не похожий на томатный, а лучше всего резкий и отпугивающий. И тогда не только белокрылка, но и паутинные клещи, другие, возможно, даже муравьи отсюда уйдут, потому что они не любят резких запахов. Вот белокрылка летит такая, захотела в теплицу мою засунуться, а там чеснок. Она, конечно, улетит, она дальше, она найдет, где еще там присоседится, куда. Ну вот вы поняли, что мы вот этим чесночным опрыскивателем замаскировываем естественный запах томатов, ну и также с перцами можно делать, например, и огурцы также опрыскивают все, чтобы белокрылку запутать. Ну и я именно говорю про белокрылки, потому что это у меня больная тема, но также и паутинный клещ. Все. Но вместе вот с этим с отпугивающим действием это опрыскивание поможет нам, как это будет профилактика от фитофторы. Потому что чеснок не только отпугивает, но он еще вот эту патогенную микрофлору он убивает. А про насекомых хочу вам заострить ваше внимание, что насекомых чесночное опрыскивание не убивает, только отпугивает. Если у вас уже есть белокрылка, то чесночное вот это опрыскивание, как мертвому припарку, оно не поможет. Сначала нужно ее вывести, истребить какими-то там или ловушками, или химическими средствами, и потом уже делать опрыскивание, чтобы уже следующие не залетели. Всем хорош вот этот метод, и экологически чистый он, потому что мы не травим ничем, и доступный он. Но единственное, что народное средство, если им, например, пользоваться, нужно делать часто. Вообще рекомендуют раз в пять дней, не реже. Если реже, то за это время уже может кто-то сюда, оно как, ну пропадает все равно эффект. А вообще рекомендуется два раза в неделю. О том, как я готовила, рецепт, сколько надо, куда, это в конце видео я специально, ну это, сняла, вы посмотрите. Но вот этим вот, я хочу сказать, что чесночными опрыскиваниями, если вы спросите более старшее поколение, то раньше не было, когда вот этих всех химикатов, частенько им и от вредителей им брызгали, и от болезней им брызгали. Он очень хорошо, кстати, помогает от фитофтора, если у вас нет таких ярких вспышек, если, например, в прошлом году не было, то достаточно проводить чесночное опрыскивание раз в неделю, и возможно фитофтора не будет уже в теплице, потому что здесь все равно есть склонность у томатов к болезням, к фитофторам, особенно вот так, когда пасмурно, когда холодно. И я думаю, что мне вот это чесночное опрыскивание поможет вдвойне. И немножко профилактика будет, и вот, буду отпугивать вот этих насекомых. Добавляется прилипатель, ничего сложного здесь нет, я вот сейчас накрутила чеснока, через чеснокодавку в банку положила, сейчас поставлю, буду настаивать 5 дней. Через 5 дней вот этот маточный раствор буду отсыживать, добавлять и опрыскивать. Но я не буду, конечно, показывать, как я опрыскиваю, опрыскивание самое простейшее, просто беру распрыскиватель, можно маленький, можно большой, идешь все, опрыскиваешь, все. Самое главное, сам факт, что вы должны понять, нужно вам это или нет. Может быть, вам уже поздно, что нужны химические средства. А может быть, вы боитесь, у соседей есть белокрылка, а у вас еще нет, и вы боитесь, что она налетит. Тогда вам вот этот метод подойдет. Ну и в крайнем случае, он никогда не будет лишним, потому что это все безвредно. Главное соблюдать те же правила, как и при остальных обработках, или рано утром, или поздно вечером, желательно в жаркую погоду не обрабатывать. Оно все равно резкий, это раствор, он может и обжечь листья, и все. А так все. Я когда буду делать, опрыскивать, может быть, будет, если время, я покажу. Но сейчас у нас с этой погодой, у нас опять холодильник стоит, 3 градуса будет завтра, сегодня 5 градусов ночью, и мы не знаем, вот я бегаю, закрываю, открываю, что делать, но пока я вот буду бегать, как раз настоится мой все. Ну все, смотрите, как я его готовила, все. Для чесночного опрыскивания, чтобы отпугнуть белокрылку, я беру классический рецепт, вот сейчас 200 граммов чеснока я почистила, раздавлю на чеснокодавке, в литровую банку сложу и долью водой, ну до полной банки, все, она будет стоять у меня 5 дней, это будет настой, и через 5 дней я возьму 150-200 миллилитров и буду разводить водой и опрыскивать свои томаты. Как буду опрыскивать, я, конечно, все покажу, но сейчас вот она пусть у меня стоит и настаивается. Сейчас я все раздавлю. Вот я пропустила весь свой чеснок через чеснокодавку, уложила в литровую банку, залила теплой водой, закрыла крышкой, все. Теперь эта банка будет стоять у меня 5 дней, и это будет маточный раствор. Потом, когда мне нужно будет опрыскивание сделать, я отсыжу отсюда. Ну, короче, расход такой, стакан вот этого маточного раствора на 10-литровое ведро воды. Но так как 10 литров мне очень много, я делаю обычно всегда все 5 литров. Полстакана маточного раствора 100 граммов. Я в 5-литровую баклашу наливаю, добавляю до 5 литров, все, и опрыскивать. Еще нужно туда добавить обязательно прилипатель. Обычно хозяйственное мыло, дегтярное мыло добавляют, для того, чтобы эффект был более, ну, чтобы дольше держалось вот это все на листьях. Ну и, конечно, это все-таки народное средство. Делать нужно часто, рекомендуется вообще 2 раза в неделю. И тут еще знаете, что вот резкость этого концентрации зависит не только от количества чеснока, но и от его свежести. Обычно, когда делают люди летом, когда прям с грядки берут чеснок, он более такой, как... У него более вот эти выраженные запах и средства, вот эти его убивающие там грибковые заболевания. А сейчас весна, и чеснок я использовала старый, прошлогодний, уже такой немножко даже подрощенный и вяленький. Значит, если он такой не очень свежий, его, возможно, нужно даже больше. Или добавлять меньше воды, например, 4 литра воды вместо 5. Но это вы должны учитывать, что от свежести чеснока зависит качество вот этого вот раствора рабочего. Ну, все, это средство очень старинное, традиционное, и от фитофторы им лечат. И вот, ни разу, правда, не делала, как отпугивающее средство, но теперь я прочитала, что можно белокрылку отпугнуть и паутинного клеща. Так что, у кого нет под руками таких средств химической борьбы, или вы не хотите принципиально использовать химические препараты, можете попробовать чесночное опрыскивание. Некоторые люди делают и говорят, что если делать регулярно, то насекомые вредители к вам в теплицу не попадут. Но не только в теплицу, люди и в открытом грунте обрабатывают и морковь, и лук, и капусту. Чесночком, когда пахнет, вот эти все не любят мошки, они разлетаются в разные стороны, не посещают ни морковку, ни лук, ни капусту. Все, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok